О самых ярких событиях уходящего дня расскажет Корреспонденты телеканала СТВ, я Екатерина Забенько. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Беларусь, Таджикистан. В Минске прошли переговоры Александра Лукашенко и Эммали Рахмона о развитии сотрудничества между странами в материале Натальи Бреус. Вторая жизнь ретроавтомобилей. Житель Гродно восстановил собственными руками эксклюзивный кабриолет 60-х годов. С мастером встретился Юрий Корнелович. Беларусь, Таджикистан. Встреча на высшем уровне главы государства Александра Лукашенко и Эммали Рахмон обсудили сегодня в Минске перспективы сотрудничества. Немалую часть времени общения президенты посвятили экономической тематике. По итогам прошлого года взаимный товароборот сократился. И обе стороны уверены, к прежним цифрам можно и нужно вернуться. Что еще стало предметом переговоров, знает Наталья Бреус. Глава Таджикистана прилетел в Минск накануне вечером. Переговоры стартуют с утра. Кортеж Эммали Рахмона прибывает во дворец независимости. Президенты знакомы давно и встречаются как настоящие друзья. Трижды приветствуя друг друга. Церемония официального визита начинается с гимна в двух стран. Главы государств на красной ковровой дорожке. Национальные песни исполняет оркестр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для участия в переговорах приглашены министры. Президенты приветствуют членов делегации. По площадке дворца независимости марширует рота почетного караула. На память о визите обязательное фото на фоне флага. Все строго по дипломатическому протоколу. Но лидеры держатся свободно, по ходу общаются. Эммали Рахмон уже бывал во дворце независимости. Тогда здесь еще не был выставлен экземпляр слудского пояса. О нем Александр Лукашенко рассказывает коллеге. Уже стала традицией в этот момент вручать гостям подарки. Видятся президенты регулярно. То в Минске, то в Душанбе общаются и на различных саммитах интеграционных объединений СНГ или ОДКБ. То есть в постоянном контакте, что, конечно, помогает продвигать сотрудничество. Общаясь глазу на глаз, президенты Белоруссии и Таджикистана честно признают, прорывом в общей экономике пока не похвастаешься. Белорусско-таджикский товарооборот сократился до 35 миллионов долларов за 2013 год. А ведь был почти вдвое больше. Мы много лет прожили в одной стране. И я думаю, что нам не просто надо восстановить те экономические отношения, которые когда-то были, но и значительно провзойти их, несмотря на то, что у нас и наметился определенный спад торговли по итогам прошлого года. Как раз это ко времени визит для того, чтобы нам усилить наши отношения на определенных направлениях, для того, чтобы выйти на нормальный уровень сотрудничества, так как у нас развиваются отношения в политической, дипломатической сфере, военно-политической. Мы члены ОДКБ, два государства наши, мы члены СНГ. У нас нет абсолютно разногласий по повестке дня международной. Думаю, что эта визит даст нам возможность обсудить состояние и перспективы нашего многопланного сотрудничества. И примечательно, что наше пределство попадает с финалом чемпионата мира по хоккею. С тем я хотел бы поздравить вас с организацией спортивного праздника. С 1994 года Эмамали Рахмон руководит Таджикистаном, который еще называют страной гор. В прошлом году президент переизбран на высший пост в четвертый раз. В последнее время таджикский лидер ведет политику повышения доходов своих граждан. Уровень жизни в стране подрос. На фоне непростого экономического положения Рахмон сделал ставку на гидроэнергетику. При строительстве ГЭС очень, кстати, большегрузная техника. Таджикистан занимается экспортом алюминия и хлопка, стараются вкладывать в развитие АПК. На хлопковых полях работает белорусская техника, так что на переговорах затрагивают тему обновления машинного парка и создания сервисных центров. Со своей стороны мы можем предложить осуществление поставок белорусских товаров по лизинговым схемам, также с применением льготного кредитования, в том числе с участием таджикских банков. Я полагаю, что такие формы сотрудничества будут интересны и вашим фермерам. Вы лично, уважаемый Мали Шарипович, уделяете много внимания аграрному сектору, вопросам технологического его перевооружения. В качестве первоочередной определена задача по обновлению машинного парка страны, созданию сервисных центров для обслуживания его. Беларусь готова в полном объеме удовлетворить имеющийся в Таджикистане спрос на технику, тракторы, включая прицепное и навесное оборудование, карьерную технику. Обеспечение при этом комплексного сервисного сопровождения поставляемой техники будет для нас приоритетом. Более того, мы предлагаем совместно с таджикскими партнерами сформировать сеть машино-тракторных станций в районах Таджикистана. Отдельной важной темой является создание совместных сборочных производств сельхозтехники в вашей стране. Мы об этом уже договаривались и нам обязательно надо реализовать этот проект. По итогам этой встречи подписан пакет из 10 документов. Президенты Беларуси и Таджикистана намерены только расширять контакты. Об этом сказано в совместном заявлении. Документ скрепили подписями главы государств. Сотрудничать также будут национальные олимпийские комитеты, аграрные вузы, строительные ведомства, Беллегпром и Таджикский Минпром. Ставку делают на контакт регионов. Миноблсполком наводит мосты с Сагдийской областью, где расположено крупнейшее месторождение серебра. Подводя итоги, белорусский президент заметил, что закрытых тем между странами нет, любой проект можно осуществить за год-два. Беларусь готова оказать таджикским партнерам поддержку и в подготовке национальных кадров. Самое главное, ваш президент в этом отношении умница, он правильно понимает, что будут люди образованные и толковые специалисты, страна будет развиваться. Да, сегодня в Таджикистане, может быть, наследство не такое богатое, от Союза досталось, не хватает специалистов. Мы готовы подставить свое плечо. И не просто подготовить в Беларуси специалистов. Это не обсуждается. Военные ММЛ, военные, гражданские, все, что ты скажешь, мы это сделаем. Но мы готовы у вас создавать эти центры по подготовке специалистов. Мы уже ни в одной стране создали это. И на постсоветском пространстве, и далеко за пределами, допустим, Венесуэли. Поэтому нам с вами проще. Мы разговариваем на одном языке. Мы такие же люди, как и вы. И мы это очень быстро можем сделать. Если будет такое стремление с вашей стороны. По крайней мере, президент Таджикистана такую задачу поставил. Мы это сделаем. Вы должны знать, что закрытых тем в отношениях между нами и вами нет. Мы признали актуальность задачи более полного использования существующих возможностей для увеличения объемов и оптимизации структуры товарооборота двух стран. С учетом возможностей сторон перспективной была названа реализация конкретных экономических выгодных проектов в тех отраслях, где Таджикистан и Беларусь имеют общие интересы. Это прежде всего агропромышленный комплекс, машиностроение, сфера транспорта и энергетики, пищевая и легкая промышленность. Программа трехдневного визита президента Таджикистана насыщенная одна из обязательных остановок на площади Победы. Эмамали Рахмон возложил венок в память о героях Беларуси. В этот раз президента Таджикистана ждали и в Белгосуниверситете. В свое время Эмамали Рахмон получил экономическое образование. Он быстро нашел общий язык со студентами. Как-никак, отец девяти детей. С этого дня глава Таджикистана стал почетным профессором БГУ. Завтра официальный визит Эмамали Рахмона продолжится. В планах посещение свободной экономической зоны Минск и замковых комплексов. Вполне возможно, что Эмамали Рахмон станет гостем и на финале хоккейного первенства. Наталья Брёс, Анастасия Иваникова, Валерий Науменко, Сергей Капустин, Андрей Новгородцев. Телекомпания СТВ. Тем временем команды, которые не пробились в полуфинал, покидают Беларусь. Этой ночью улетела на родину сборная США. Несмотря на успехи в отборочных матчах, дружине так и не удалось пройти в полуфинал. В четверть в финале сборная Соединенных Штатов встретилась с чешскими хоккеистами. И удача оказалась не на их стороне. Чехи одержали победу со счетом 4-3. Тем не менее, хоккеисты признались, что чемпионат произвел на них яркое впечатление. Беларусь приятно порадовала своей атмосферой. Мы немного разочарованы, что не прошли в полуфинал, но для нас этот чемпионат стал бесценным опытом. Видно, что была проделана огромная работа для того, чтобы хоккейное первенство прошло на высшем уровне. Я раньше несколько лет жил в Беларуси, и могу сказать, что страна достаточно сильно изменилась. Чемпионат организован очень профессионально. Атмосфера просто потрясающая. Все веселятся. Я очень скучаю по Беларуси. У меня здесь осталось много друзей. И в будущем я бы хотел не раз здесь побывать. А в Брест ехались байкеры из 20 стран мира. Там проходит международный мотослет. На крупнейший байк-фест стран СНГ собрались рекордные 7 тысяч любителей скорости и драйва. Многие из них признаются, что участие в брестском слете уже давно стало традицией. Говорят, в Беларуси в гости к единомышленникам приезжают с особым удовольствием. Традиционно самой зрелищной частью байк-фестиваля стал мотоаппарад. Колонна мотоциклистов, которая растянулась на несколько километров, проехала по центральным улицам города. А герой следующего репортажа уверен, что скорость и маневренность никогда не заменят уникальность и шик. Эксклюзивный кабриолет, сконструированный в 60-х годах для арабских шейхов. Сегодня можно увидеть на улицах Гродно. Автоклассику в собственном гараже восстановил местный житель. Чтобы вернуть в машине прежний вид, мастер потратил несколько лет. Юрий Корнилович оценил старинный автомобиль. Свой раритетный Mercedes-кабриолет 68-го года выпуска Сергей Мукасей выгоняет из гаража только по большим праздникам и в солнечную погоду. Такое трепетное отношение к автомобилю не случайно. Этот экземпляр единственный в Беларуси. В Эмиратах очень много. Их до сих пор, я как раз просматриваю, еще ездят. Потому что там машина не греет, там Mercedes, это Mercedes. Как-то поговорки в Африке Mercedes. На реставрацию кабриолета Сергей Витольдович потратил несколько лет. В собственном гараже перебрал каждый винтик подвески и отремонтировал кузов. Мастер даже смог запустить 40-летний двигатель. Некоторые автомобили еще в работе. Вот на эту послевоенную победу только устанавливают двигатель. Другие раритеты как будто сошли с конвейера. Легендарный ГАЗ-69 был на вооружении в советской армии в 60-х. Больше 40 лет стоял на приколе. Разбирался полностью. Три года с лишним. Вы его разбирали, собирали. Теперь восстановлен 100%. Старинными Волгами и москвичами, восстановленными собственными руками, заставлен весь двор и даже огород. Особая гордость коллекции – советский правительственный лимузин 50-х годов. 51-й год. Еще ручная сборка застала еще сталинскую сборку. Всю технику мастер реставрирует строго по чертежам. И лишь один автомобиль в коллекции претерпел изменения. Ну вот должен, да, до наших пор, 64-й год. Он должен, бегает на ходу, веселит. Божья коровка мы назвали. Вот она даже бывает и бодается. То есть у нас она создает радость людям. Юрий Корнелович, Николай Лапин, для компании СТВ, Гродно. У меня на этом все. В студии работала Екатерина Забеньков. Всего доброго и приятных выходных.